Большинством голосов Верховная Рада Украины приняла закон об отмене внеблокового статуса страны. Отказ от статуса нейтрального государства дает Украине право присоединяться к международным военным альянсам. Петр Порошенко объявил о намерении добиваться для своей страны членства в НАТО из военной агрессии со стороны Москвы. Встреча в Минске трехсторонней контактной группы по Украине с участием сепаратистов назначена на 24 и 26 декабря. Об этом президент Украины Петр Порошенко договорился по телефону с лидерами Франции, Германии и России. Денис Пушилин, один из лидеров сепаратистов, подтвердил, что руководство самопровозглашенной ДНР готово участвовать в переговорах. Размер валютных резервов России в 2015 году может сократиться, прогнозирует рейтинговое агентство Мудис. При этом текущий размер резервов является значительным. Между тем в российских СМИ появилось сообщение о том, что правительство России обяжет пять крупнейших госкомпаний-экспортеров «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», «Алрос» и «Кристалл» в течение двух месяцев продать большую часть своих валютных накоплений. Прибыль немецких автопроизводителей на российском рынке может уменьшиться на 600 миллионов евро до 2017 года. Таков прогноз немецких экспертов из Центра автомобильных исследований. Объем продаж по итогам 2014 года может снизиться на 12,5%. Совет безопасности ООН впервые в своей истории обсудил ситуацию с правами человека в Северной Корее. Нарушения прав человека в КНДР представляют собой угрозу для международного мира, считает постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова